Продолжение следует... Шутить с качеством дорог никто не собирается. В Севастополе полным ходом идут работы по капитальному ремонту дорог. Мы приняли 47 законов, 16 из них базовые. Севастопольские парламентарии подводят итоги своей деятельности за полгода. Капитальный ремонт дорог в этом году планируют завершить раньше установленных сроков. Большинство подрядчиков обещают к ноябрю положить не только новое полотно, но и благоустроить участки, установить тротуары, дорожные знаки и нанести разметку. Ремонтные работы сейчас находятся в самом разгаре. Ход их выполнения под контролем правительства Севастополя. Руководитель города Дмитрий Орсяников посетил несколько объектов. О том, как на них продвигаются работы, расскажет Аналигос. Ремонт дороги по улице Танкистов жители Красной Горки ждали много лет. Сейчас здесь, наконец, работает бригада дорожников. Согласно проекту, к середине сентября подрядчик положит почти километр нового покрытия. 60% объекта сделано, то есть уложен асфальтобетон на 60%, бордюры, тротуар, произведена полностью демонтаж земляного полотна и отсыпан нижний слой. К зиме завершится ремонт еще одного объекта – дороги по улице Катерная. Реконструкция здесь необходима, утверждает руководство города. Вскоре прилегающая территория станет частью большой парковой зоны. А значит, поток машин в этом районе увеличится. Однако есть проблема – ширина дороги всего 4,5 метра. Транспорту при встречном движении невозможно разъехаться. Подрядчик пояснил, такую узкую дорогу спроектировали еще в 2014 году. Будем переделывать проект, увеличивать ширину дороги до 5,5 метров, чтобы полноценно можно было разъезжаться. Срок сдачи по этому объекту – конец года. Но мы стремимся сделать это к ноябрю. Первый участок – 500 метров. В этом году в Севастополе проведут текущий ремонт на нескольких десятках объектов. Полностью отреставрируют около 20 городских дорог. К концу года отремонтируют также участок дороги по проспекту генерала Острякова. Сейчас здесь ведутся работы только по монтажу пешеходной зоны. Уже сделаны бордюры. В скором времени здесь положат асфальт. Кроме этого, подрядчик обязуется установить освещение, тактические указатели для слабовидящих и нанести разметку на 4 километра от ремонтированной дороги. Часть столбов, которые сейчас стоят посреди тротуаров, перенесут. Жители микрорайона высказали еще одно пожелание – организовать пешеходный переход перед пятым километром. Перейти на ту сторону сложно, потому что нужно либо возвращаться назад к остановке, либо идти аж в пятом километре, чтобы перейти на ту сторону. Руководитель города пообещал пешеходный переход – установят. Также рассмотрят другие пожелания общественников и жителей города. К 1 ноября в правительстве утвердят список проблемных дорожных участков, требующих ремонта. До конца года определят подрядчиков, которые должны будут приступить к работе уже с начала 2018-го. Анна Леготина, Дмитрий Еремеев, информационный канал «Севастополь». В Севастополе за первую половину этого года 45 предпринимателей получили единовременную финансовую помощь из городского бюджета в размере 100 тысяч рублей. Субсидии выплачиваются по правительственной программе «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения». Какие в городе еще есть формы поддержки предпринимателей, знает Юлия Ефремова. Центр занятости «Севастополь» активно оказывает финансовую поддержку малому и среднему предпринимательству в числе реализуемых целевых правительственных программ «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения». В рамках этой программы действует несколько подпрограмм, которые именно дают возможность открыть предпринимательскую деятельность, трудоустроить инвалида, дать возможность ребятам несовершеннолетним трудоустроиться на летний период или в свободное от учебы время. Бизнесмен Максим Головченко впервые обратился в Центр занятости два года назад. Тогда он был безработным, прошел курсы, подготовил бизнес-план и после утверждения получил более 83 тысяч рублей на открытие собственного дела. Сегодня индивидуальный предприниматель продолжает принимать участие в госпрограммах. Так, недавно с помощью Центра занятости он принял в штат юриста и трудоустроил шестеро несовершеннолетних севастопольцев. За работу этих сотрудников получил субсидии. Мы их также принимаем на работу, официально трудоустраиваем, полный социальный пакет, как говорится. Всю документацию предоставляем в Центр занятости. По итогу Центр занятости нам возмещает все затраты. Зарплату, которую получает несовершеннолетний, все налоги, которые за него мы выплачиваем, все нам это Центр занятости возмещает. Вместе с тем, по программе «Содействие занятости инвалидам» за выделенные средства Максим Головченко оборудовал рабочее место для людей с ограниченными возможностями и уже принял на эту работу сотрудника. С февраля месяца я уже тут работаю. В принципе, несложно. Мои обязанности заключаются в том, что я делаю группы, обделываю обновления различные, рисую рекламу, делаю расчеты окон и продаю фурнитуру. В Центре занятости подсчитали. На данный момент единовременную финансовую помощь из городского бюджета выплатили 45 предпринимателям. Каждому по 100 тысяч рублей. Юлия Ефремова, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Севастополь вошел в топ-10 самых популярных российских курортов у иностранцев летом 2017 года. Рейтинг составило аналитическое агентство «Турстав». Также в десятку вошли крымские города Ялта и Алушта. По данным агентства, в Севастополе иностранцы отдыхают в среднем 10 дней и тратят на проживание 3200 рублей в сутки. В Ялте 10-дневный отдых обойдется в 4300 рублей в сутки и в Алуште – 3500 рублей. Помимо крымских курортов в рейтинг вошли Сочи, Анапа, Геленджик, Хужир, Листвянка, Пятигорск и Светлогорск. 14 пленарных заседаний и 47 принятых законопроектов в Законодательном собрании Севастополя подводят итоги весенней сессии 2017 года. На вопросы журналистов ответила председатель городского парламента Екатерина Алтабаева. Чем запомнились полгода деятельности депутатов, расскажет Александр Тимофеев. Шестая сессия Законодательного собрания Севастополя стала важной вехой в истории города. Одно из главных событий – принятие законопроекта о выборах губернатора. Напомним, перед утверждением документа прошли общественные слушания. Тогда по вопросу цен за оседлость кандидатов точки зрения севастопольцев разделились. С учетом мнений горожан депутаты приняли закон во втором чтении. Также депутаты вносили правки в местный бюджет, инициировали мероприятия по благоустройству города, осуществляли работу с гражданами. По многочисленным просьбам севастопольцев парламентарии обратились в правительство с просьбой возродить динопарк. Работы еще продолжаются, но уже сейчас обновленный сквер пользуется популярностью у населения. Есть индивидуальные просьбы. Есть просьбы по благоустройству нашего микрорайона, где я являюсь депутатом, от которого вернее. Это, прежде всего, Казачья вухта, Камышевая вухта. Конечно, для меня очень важно, что Рубацкий сквер, так называемый динопарк, наконец, в первую очередь введена. Там еще только 25 миллионов рублей вложено в то, что сделано. Но уже то, что сделано, очень приятно радует. Главным событием шестой сессии стало принятие стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. Летом проект одобрили в Минэкономразвитии. Документ станет основой для создания новых предприятий и повышения уровня жизни горожан. Впереди у севастопольских парламентариев два месяца каникул. Осенняя сессия откроется во второй половине сентября. Депутаты обсудят проект формирования бюджета Севастополя на три года, а также предоставление жилья льготным категориям граждан. Александр Тимофеев, Дельвер Меджитов, информационный канал Севастополя. Под Севастополем в горах обнаружили обломки советского самолета Ил-2. Поисковикам удалось найти в земле личные вещи экипажа, фрагменты обшивки и брони, детали парашютной системы и кольцо редуктора с заводским номером. По нему смогли идентифицировать самолеты и установить имена погибших летчиков. Как стало известно, за стурвалом штурмовика находился командир авиационной эскадрильи Карнеги Фриненко. В апреле 1944 года над Матинским обрадом борт самолета был подбит. Штурмовик пытался дотянуть до базы, однако врезался в колодку. Единственный недостаток, можно так сказать, что у них был фанерный хвост по началу 1943 года, они производили до 1943-1944 года. То есть фанера была обшита элементами обшивки алюминием, зачастую даже просто была фанера, крашеная краской. То есть в случае, если попадали в хвостовую часть самолета, это наносило огромный урон самолету и приводило к его гибели. За помощью в редакции информационного канала Севастополя обратились горожане, которые возмущены отсутствием остановочного павильона на площади восставших. Говорят, здесь негде укрыться от жары, когда ждешь троллейбуса, а установленные скамейки непригодны для сидения. Все это делает одну из главных площадей города попросту некомфортной. Мои коллеги побывали на месте, а затем обратились с проблемой к ответственным службам. О том, какое будет разрешение проблемы, смотрите в следующем сюжете. На площади восставших всегда многолюдно. Ведь здесь и популярный рынок Чайка, и первая городская больница. И все бы ничего, но севастопольцы хотят видеть территорию благоустроенной. В первую очередь, горожане жалуются, что отсутствует остановочный павильон неподалеку от центрального входа в поликлинику. Когда ждешь троллейбуса, некуда скрыться от санцепека. Но главная просьба – скамейки, часть из которых сломаны, а остальные совершенно не приспособлены для сидения. Низкие, без спинки, непрочные. Очень неудобные эти скамеечки для пожилых людей. А в основном кто сидит? Пожилые люди, которые ждут троллейбус, автобус. И на самом деле, ну просто убожество самое настоящее. Что, нельзя нормальную лавочку поставить, чтобы люди могли как-то присесть и отдохнуть? Сядешь – не встанешь. Неужели нельзя нам новые скамейки поставить? Неужели площадь восставших, и люди этого не заслужили? Мы просим обратить на это внимание. Хотя вот я лично, где только не звонила, куда только не обращалась, никаких сдвигов. Журналисты информационного канала «Севастополя» обратились в государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы». В итоге скамейки возле первой городской больницы обещали заменить. На данный момент проработаем, посмотрим этот вопрос. Если это территория непосредственно у горбольницы, то здесь уже надо будет пообщаться именно с этими подразделениями здравоохранения, чтобы они свою прилегающую территорию тоже могли бы что-то установить. Я думаю, что с ними пообщаюсь, и если нет, то найдем пути какие-то определенные решения. Поставим их непосредственно в план работы. Возможно, она уже у них появится в этом году, так как свободные скамейки, я думаю, что будут, которые установить. Все пожелания севастопольцев по установке скамеек в других районах города обещают учесть. Для этого можно обратиться по телефону 44-97-51. Специалисты составят перечень объектов и включат их в план. Юлия Баузькова, Дмитрий Еремеев. Информационный канал «Севастополя». В следующем году планируют начать масштабную реконструкцию кинотеатра «Россия». Об этом сообщил руководитель «Севастополь кино» Дмитрий Горнега. Помимо большого кинозала в здании расположат постоянное представительство Союза кинематографистов и музей кино. Дмитрий Горнега отметил, что «Севастополь кино» рассчитывает, что средства на ремонт будут заложены в городском бюджете. После реконструкции кинотеатр «Россия» сможет стать площадкой для крупных кинофорумов. Однако фестивальное движение в городе надо регулировать, считают в Союзе кинематографистов. Поэтому ее ученики предложили привести к конкретному субъектовый закон. Сейчас документ находится на рассмотрении юридической службы законодательного собрания Севастополя. Согласно документу, в городе необходимо создать комиссию, которая будет рассматривать заявки на проведение кинофорумов в Севастополе. Когда просто выпрашивают деньги и надо уехать куда-то на юг, как говорится, погулять, винца попить, и заодно еще и деньги получить за это, то это сейчас, конечно, это лакомый кусок. Это надо отслеживать. Но Союз не может отслеживать, во-первых, потому что нет такого закона. Потому что, как правило, стыдно сознаваться, но мы отслеживаем это все равно. Приезжают фестивали, а залы-то пустые. А для чего фестиваль? Он же для зрителя. И все, что делаем мы, это для зрителя. Мы должны сделать свое. Пусть у нас будет в приоритете наш родной, большой, свой, очень крепкий фестиваль. Союз кинтографистов, вот мы оговаривали это все, они поддержат нас, безусловно. К новостям спорта. В Севастополе проходит открытое первенство города по теннису. Соревнования включены в зачет российского теннисного тура третьей категории. Я считаю, что возраст это не самое главное. В этом деле главный опыт. И чем больше его нарабатываешь на турнирах, тем проще играть с соперниками, которые и старше тебя, и младше. Уровень игроков очень высокий в данном турнире, и на самом деле большинство игроков сейчас находится на одном уровне. И сейчас побеждает тот, кто более расслабленный, более чувствует себя уверенный, и у кого, грубо говоря, холодная голова. И на этом наш выпуск завершен. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко, и я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин